МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите тему дня. И сегодня мы всю передачу посвящаем детям, их безопасности. Волонтёры, полицейские, спасатели, даже отряд специального назначения на вертолёте. Всего 200 человек накануне искали школьников. Ученики после уроков отправились не домой, а гулять в частный сектор, лес и к реке. Тревогу забила директор, школы детей нашли, и, к счастью, ещё никто не успел им нанести вреда. Другая история. Не прошло и месяцы, как в Любинском районе горел дом многодетной семьи. Десятилетняя девочка вынесла из пожара двоих братьев. Ещё двоих не успела. Матери рядом не было. Похожий трагический случай произошёл полтора года назад в посёлке Рыбачий. Тогда родительница ещё и подпёрла двери, чтобы малыши не вышли на улицу. В итоге в огне заживо сгорели четверо детей. И наш спикер сегодня Елизавета Стёпкина, полномоченный при губернаторе Омской области по правам ребёнка. Добрый вечер. Добрый вечер. Елизавета Евгеньевна, в первую очередь хотелось бы разобраться в ситуации с многостранным детским садиком, или, может, это какое-то другое учреждение. Но в любом случае в жилом доме, в квартире воспитываются дети, как в детском саду. При этом у них нет каких-то определённых требований, которые выдвигаются другим детским садам. Это, допустим, два выхода обязательных, ещё что-то. В квартире отключен газ, квартира отрезана от газа. Нет какой-то площадки детской, то есть дети между машин снуют, пробираясь там горком, качелем. Какие могут быть здесь требования и родителям, в первую очередь, на что нужно обращать внимание, чтобы ребёнок действительно был в безопасности находился? Родителям необходимо понимать, когда они отдают своего ребёнка в частное дошкольное учреждение, две вещи. Первое. То есть те индивидуальные предприниматели и физические лица, которые получают лицензию на образовательную деятельность, то есть в этой части Министерство образования Омской области в соответствии с федеральным законом об образовании 273 ФЗ осуществляет государственный контроль за образовательной деятельностью. В Омской области таких частных дошкольных учреждений, которые имеют лицензию на образовательную деятельность, 25. И более трёх тысяч детей посещают данные дошкольные учреждения. Тот случай, о котором говорите вы, конкретно мы же не знаем, не говорите вы адрес, свидетельствует о том, что скорее всего индивидуальный предприниматель или физическое лицо открыло домашний частный детский сад по уходу и присмотру за детьми. Здесь требования совсем иные. Требуется регистрация в налоговых органах, и тех требований по государственному контролю за данным домашним частным детским садом уже отсутствует. Здесь действуют общие требования, которые должны проверить Роспотребнадзор при открытии, пожарнадзор. В случае обращения уже здесь проверяет прокуратура. Это тот случай, когда административно-властные функции в отношении их индивидуальных предпринимателей и физических лиц не действуют. Министерство образования не может осуществлять такой контроль за ними. Но ведь дети там находятся весь день. Дети кушают там, то есть их кормят. Здесь же тоже должны быть какие-то инспекции и проверка. Да, вот в первую очередь мы говорим об ответственности родителей здесь. Потому что принимая решение о посещении ребенка, такого частного детского сада, который не имеет лицензии, они заключают договор. То есть между непосредственно индивидуальным предпринимателем или физическим лицом и получателем услуг родителям либо законным представителем ребенка заключается договор, где все должно быть прописано. В том числе, как будут соблюдаться санэпидемиологические службы, пожарные нормы, где дети будут гулять, как они будут питаться, какие воспитательные программы будут осуществляться с данными детьми. То есть разграничение с образовательной деятельностью и просто присмотр и уход. Здесь выбор родителей. Но родители просто должны понимать, куда они отдают ребенка и где он даже будет гулять. Если вы говорите, что находится, проходит дорога, за безопасность детей, кто отвечает? В первую очередь будут отвечать родители. Даже не воспитатели? Даже не воспитатели. То есть мы даже не знаем, какие документы есть у этого воспитателя. Скорее всего, это не педагог. Дополнительное образование осуществляет. То есть уход и присмотр кратковременный за детьми. Ну а уход и присмотр, за что они вообще тогда несут ответственность? Ну а заключая договор, они, скорее всего, там... Плата, наверное, скорее всего, так оно и есть. Она значительно ниже, чем в частном дошкольном учреждении, которое осуществляет образовательную деятельность. Ну, за присмотр, за уход за детьми, кто-то оставляет детей без сна, кто-то, допустим, там они и спят. Ну, здесь ответственность, в первую очередь, я думаю, ложится на родителя. То есть проверки таких частных дошкольных учреждений, которые именно в жилых домах, да, по присмотру и уходу, здесь уже только при поступлении обращения от кого-либо. А не соблюдение требований. Тот же Роспотребнадзор, если санабинологические нормы не соответствуют действительности. Но родитель же, отдавая, он должен посмотреть, куда он отдает ребенка. Отдавая ребенка, увидит, что, допустим, нет прогулочной площадки для детей. Сам родитель принимает решение. То есть развитие этого сектора необходимо, да, для сокращения очереди в дошкольные учреждения в Омской области. Он развивается, ну, в правительстве Российской Федерации и поддержано Дмитрием Медведевым развитие частного государственного сектора. И тем более Омская область выделяет субсидии. То есть самый легкий способ открыть группы кроковременного пребывания. Да, это способ легкий, но все-таки и опасный, потому что, вот, к примеру... Родители выбирают для своего ребенка. Имеют ли право воспитатели или хозяева, владельцы этого дошкольного учреждения не пускать на территорию вот этой квартиры прокуратуру, ну, или какие-то другие инстанции, так как сейчас... Ну, я не знаю, какая там ситуация, кого они не пустили, но в рамках своих полномочий я думаю, что любой проверяющий орган имеет право зайти в это частное дошкольное учреждение. То есть, ну, по сути, они сейчас нарушают закон тем самым, что они не пускают... Для них есть меры административного воздействия уголовного. Я думаю, что заинтересованные ведомства, у кого есть такие полномочия, в том числе и у прокуратуры, они, наверное, осуществляют свою проверку в этой части. Понятно, что ситуация сложная, когда в жилом доме располагаются группы вот такие кратковременного пребывания, если они незаконно располагаются. Я думаю, что любой из собственников жилого дома, если он считает, что его право нарушено, имеет право обратиться в прокуратуру с заявлением, что нарушается. Прокуратура уже проверит законное создание данного дошкольного учреждения в жилом помещении. Ну, давайте тогда перейдем к другой острой теме. Это пожары в домах, где живут многодетные семьи. Вот буквально месяц еще не прошел, как в Любинском районе, погибли двое малышей, причем старшая дочка успела вынести, слава богу, еще двоих, двое погибли. Мамы не было дома. И вот как-то в последнее время много таких случаев именно, когда дети гибнут, а где-то родители отсутствуют. Что за родительская обеспеченность или недосмотр каких-то инспекций? Тема, на самом деле, злоподневная, очень такая серьезная для нашей области. Не только для нашей области, а для России. Подводя итоги 2014 года, мы проводили анализ, и вот детей за 2014 год на пожарах погибло 17. Это большая цифра, потому что в прошлом году это было 9. И последний случай, который был в Любинском районе, правильно вы говорите, 18 марта, совсем недавно, свидетельствует о том, что малолетних детей нельзя оставлять одни, без присмотра взрослых. В данной ситуации девочка 10 лет спасла двух своих братьев, а двух других спасти не смогла, потому что не было взрослого родителя, законного представителя, который бы помог в данной ситуации ей вынести детей из этого пожара. Это говорит еще раз о том, что беспечность родителей оставления, тем более пятеро детей были одни, несмотря на то, что старшая дочь только что вернулась из школы. Шалость детей с огнем приводит к гибели, и именно родители не контролируют эту ситуацию. Осложняется еще все тем, что сейчас наступает летний период, и дети практически будут на каникулах, кто-то поедет в оздоровительные лагеря, кто-то в большинстве своем останется дома. И хотелось бы, чтобы родители обратили внимание. Правительство в прошлом году было принято решение заинтересованными органами осуществлять адресную помощь семьям, в том числе из неблагополучных семей, об установлении их автономных домовых извещателей. Работа эта продолжается, уже должна быть закончена, но не все семьи неблагополучные соглашаются на это, потому что получается, что в доме, в жилом помещении курить нельзя. Ну, вот действительно, наступает весна, скоро и лето, каникулы. Как-то должна быть усилена? Это сейчас, наверное, работа по безопасности, по их досугам. Работа по безопасности усилена. У нас в Омской области действует закон 1501, который запрещает детям находиться без сопровождения взрослых либо законных представителей после 23.00, в весеннее время. В осеннее время, после 22 часов. Соответственно, такие дети, которые будут находиться на улице и самовольно гулять без сопровождения взрослых, данные родители будут привлекаться к административной ответственности. То есть, меры предосторожности в данной ситуации существуют. Но, опять же, мы обращаем внимание родителей, чтобы знали, где находятся дети, где они его проводят, с кем проводят, с кем дружат. То есть, без помощи родителей безопасного детства у нас никогда не будет. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо, что нашли время для интервью. Ну, а я напомню, мы сегодня беседовали с Елизаветой Степкиной, уполномоченным при губернаторе Омской области по правам ребенка. Вы смотрели программу «Тема дня». Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова